Вот уже 34 года Надежда Кожемякина приветствует школьников на языке любви. Как истинная француженка, всегда элегантно одета, на лице улыбка. Это не игра на публику, а искренний интерес к своему предмету. Дети это чувствуют, поэтому для них урок французского почти как путешествие в самую большую страну Западной Европы. Дети от природы любопытные, они хотят попробовать все, что кому-то нравится. И вот если они видят, что у меня глаза горят, значит, они будут любить этот предмет. По первому образованию педагог начальных классов к ученикам Надежда Александровна относится по матерински тепло. Они отвечают ей взаимностью и приходят с вопросами не только по предмету. Это все лучший учитель в нашей школе. Это тот человек, к которому можно прийти в любой момент и поплакать, и посмеяться. Она очень добрая. Если надо, то она сможет и наругать, мы и шутим с ней. За плечами Надежды Кожемякиной много наград и побед в различных профессиональных конкурсах. О том, что стала лучшим учителем-предметником в Подмосковье, узнала от бывшего ученика прямо во время урока. Скромно признается, это не только ее заслуга. Конкурсант – это знамя. Знамя, которое несет школа. Его подняли, и он защищает честь этой школы. Он не на себя работает. Он работает на свой дом, в котором живет практически. У лучшего учителя-предметника в Подмосковье и ученики подстать победители Олимпиад и всевозможных конкурсов. Французский учат не просто так, ради удовольствия. Я хочу стать летчиком, и мне французский очень пригодится. А вот сейчас можешь сказать по-французски? Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня наш рейс совершит полет. Бонжур, медамы и мессии. А сегодня мы называем «Волей» в Париже. Надежда Александровна признается, этот конкурс не последний, будет участвовать еще. Но сначала тоже сядет за парту. Ведь главный залог ее успеха – постоянное повышение квалификации. А уже после можно снова бороться за профессиональную награду. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».